В целом, в генеральной линии государства все свои обязательства финансирует и выполняет. Сегодня, как много говорят о других законах, в том числе и по жилью, для того, чтобы обеспечить сегодня обязательства государства по его предоставлению жилья, без увеличения очереди требуется 30 лет. Вот неразрешимая сегодня проблема. И государство переходит на новую систему, где говорит, вот мы будем делать вот так, вот так, вот в такой-то сумме, но мы это будем делать обязательно, без каких-либо ребят. Сегодня говорят, вам будет жилье. Военнослужащие живут, служебного жилья нет, своего нет, по 20 лет некоторые живут, мыкаются, понимаете, без жилья. Вот эту ситуацию хотят разрешить. Служишь, вот служебное жилье, а живешь, вот твое собственное жилье. В этом вот подход другой. Обязательства должны выполняться. На каждого будет индивидуальный накопительный счет. Но деньги на этот счет поступать не будут, а вести только бухгалтерский учет. А так деньги будут в управляющих компаниях. Но как только военнослужащий, значит, решил деньги забрать, тогда вот сразу они приходят деньги из управляющей компании. А бюджетом ежегодно эти деньги будут выделяться. Но они не будут распределяться между военнослужащими. А просто учет вести. Вот у него столько накопилось, у него столько накопилось. А сами деньги будут работать. Он может по ипотеке одно ограничение, три года минимальное. А дальше он, может, у него не хватает, может, у второго члена семьи хватает. Понимаете, здесь вот трудно сказать. Может, родители дадут, а может, то, что накопил, хватит. То есть это вот конкретная будет ситуация. Если денег хватает, у него накопительное на ипотеку, первый износ, то он вступает и, пожалуйста, строит жилье себе или покупает по ипотеке. Он не только до того, как схема будет работать, но и во время работы схемы военнослужащий, кто служит, должен жить в служебном жилье. Будет в ближайшие годы создан служебный фонд жилья, прежде всего, Министерство обороны и других силовых структурах. Исходя из численности, штатной численности военнослужащих. И он вот приехал служить, его не должна голова болеть. Он ему сразу представляет служебное жилье. И не предполагается, что он будет жить именно в жилье, которое получит по ипотечно-накопительной системе. Это его собственность. И подразумевается, что он будет жить, когда уволится в ней, а когда служит в служебное жилье. Если им, конечно, совпадет, но это будет скорее исключение, чем правило. Сертификаты – это старая система. Ими не только могут воспользоваться, ими и пользуются сегодня. Хотя среди них тоже, по этой линии, есть, к сожалению, злоупотребление. И несправедливость есть, которую тоже поправляют уже. Ими пользуются. Это финансовые обязательства государства. Сертификат. Военнослужащий получает сертификат на конкретную сумму. И он, исходя из этой суммы, за счет этого сертификата оплачивает жилье. В целом, идет через бывший госстрой. Он эти сертификаты оплачивает. Система. Военнослужащий обращается. Он может в различные инстанции обратиться. Он может за счет сертификата купить квартиру на вторичном рынке. Это не обязательно новый. Он может, если ему понравится, на вторичном рынке. Сертификат – это, собственно, ценная бумага, в которой заложена ценность. Если цена жилья, которую он хочет приобрести, совпадает со стоимостью сертификата, то просто расплачивается и все через банки, которые полномоченные. Не все банки в этой системе работают. Поэтому кто принимает, кто не принимает банки – это уже другой вопрос. Там есть и полномоченные банки, кто этим занимается. Накапливают все. Кто нуждается, кто не нуждается. Нет отделения такой. Если он положен, он служит, ему идет накопление. И он накапливает это средство. И дело в том, что будет с 1 января две системы действовать параллельно. Старые системы. Это касается, будет, тех, кто уже сегодня служит. И те, кто будет приходить служить. Вот они уже будут приходить. И для них будет только вот эти ипотечно-накопительные системы. Накопительные – это будет обязательные. Другого не будет способа. А ипотека – это чисто добровольное дело. Хочешь – вступай в ипотеку, хочешь – нет. А накопление будет в обязательном порядке. Управляющая компания не одна, а три предполагаются. Для того, чтобы опять-таки снизить риски. И что касается накопления. Очень важный момент с моей точки зрения. Деньги, накопления будут вестись у военнослужащих только бухгалтерский учет. То есть реальных денег на счет ему поступать не будет. Только бухгалтерский учет. А сами деньги будут работать. А вот когда он будет увольняться или забирать эти деньги, тогда он эти деньги получит. И это будет акт передачи денег из федеральной собственности в собственность военнослужащему. До этого деньги будут принадлежать государству. И оно по ним будет нести все ответственность. Участниками этой схемы являются все военнослужащие и приравненные к ним лица, проходящие службу по контракту. У нас в 2008 году планируется окончательно перейти на смешанный принцип комплектования. То есть половина армии примерно будет по контракту, половина по призыву служить. Так вот все, кто будет по контракту, это всех касается. Полковник 50 лет, допустим, он по срокам увольняется. Если он даже пошел служить 20 лет, то он до 50-30 лет. Вот по расчетам предварительного, правительство, которое делало, полковник, он будет накапливать средства по нынешним расчетам где-то на 105-110 квадратных лет. А сколько он будет платить? Насколько он ипотекует? Здесь сложно. Здесь можно только минимальный срок говорить, что не раньше, чем через 3 года он может вступить в ипотеку. Продолжение следует...